Нет разрешения от Министерства Да, нужно Важно отметить, что нет разрешения от Минприрады России нет разрешения от РФ То есть два важных министерства которые должны согласовать Генплан до сих пор в тот момент, который они предлагали Генплан предавался для подтверждения, для согласования Его в тот момент, в 1920 году в конце Генплан принял сообщение на скорую руку Как вы знаете, это было уже под Новый год 28 декабря принял Генплан чтобы принять в этом году И как раз таки в тот момент его даже было подписание, чтобы его отправить на доработку но каким-то образом все равно его принял Хорошо, смотрите Вы в этой информационной борьбе какие методы применяете? То есть у вас есть петиция на ченджи, что еще? Главное тоже подписи на настоящее собираем подписи людей собрано более с половиной тысяч подписей как раз именно обустройство сада и питание сада саппар здесь очень много сосен здесь очень много дубов здесь очень много плена и очень важно к сожалению, заметить то, что сейчас уже мы можем понимать, что сосны уже подробно сейчас буквально свежие именно рубки мы сейчас увидим А еще у вас были митинги какие-то? Были либо в 19-м году когда я в принципе включился в работу в 19-м году проводился а такие именно такие ситуации с пандемией мы знаем, что проводить какие-то крупные мероприятия даже нельзя определить поэтому проводится большая работа именно обращения собираются подписи и конечно проводятся тоже опросы то есть мы видим то, что многие люди проведены много опросов и согласно этим опросам все люди хотят чтобы здесь им был пар А скажите ну вот на чейнджах все-таки юридически сильные подписи и то, что в обращение отправляются пока результаты скажите ну а в чем такой смысл того, что вы продолжаете понимаете это зеленый это легкий город если их вырубить то есть мы лишимся легких сейчас придет борьба с ковидом это легкие наши легкие многие люди просто погибают умирать из чего потому что им они не могут дышать кстати почему нет потому что у нас нету хороших просто дышать люди не могут а сосны это самое что есть достаточно в конце да благодаря соснам люди просто могут даже во рту держать пару соснов и они могут тем самым восстанавливать в себе иммунитет то что мы сейчас видим сейчас сделана какая-то вырубка уже подрубка деревьев то есть это большая уже незаконность которая проведена сейчас и нужно будет сейчас вы считаете что вот такой вас в новом году вас поддерживает это 2,5 тысяч человек и вы считаете что это может поменять как-то ваше мнение решения конечно во первых вопрос если мы в архимской статусической операции то в одном из контактов это указ то что все мы имеем право на экологическую вторую окружающую среду и сейчас она просто у нас регулируется просто сейчас если вырубить эту часть которые если вырубят эту часть то люди останутся без территории общего пользования то есть это огромная территория и людям просто предлагают ходить вместо людей чтобы гуляли не тут а предлагают ходить в песчаную лодку в песчаную лодку которая находится от 11 до 15 км то есть предлагают маму с детьми с хозяйством просто именно гулять ходить за 11 км пешком когда они вас вот этот жилой комплекс который тут собираются строить там будет 20 тысяч человек и 25 то есть перевес если они будут покупать квартиру на их стороне не расстраивает вас от этой борьбы все равно хотите люди понимают сейчас то что продается в территории бизнес-центра делаем информацию что строится бизнес-центр и даже в этом центре строится продано сейчас мы видим то что продается строится все равно что они заселяют и территория где могут строить в другом месте ее просто не просматривают к сожалению поля есть аварийное жилье в России есть много аварийного жилья и у нас двухэтажные дома которые должны быть как раз такие должны в первую очередь перестраивать к сожалению эту территорию а не сносим двухэтажные дома то есть вы будете продолжать пока что до первого края да спасибо чтобы была соединена территория чтобы люди могли дышать и ходить отдыхать потому что без легких просто любой человек любая все спасибо спасибо спасибо